Истоки масонства. Древний Египет. Египет. Фараоны и языческая цивилизация Древнего Египта, прекратившая свое существование 4000 лет тому назад. При изучении масонских источников и книг явственно видно, что идеология масонов вдохновлена учением жрецов Древнего Египта. Упомянем, что опорой фараонского правления в Древнем Египте была каста жрецов и магов. Вернее, даже жрецы определяли политику фараона, ибо фараон был полностью зависим от них. Учение Древнеегипетских жрецов составило основу Каббалы, оккультного, магического течения в иудаизме, а позднее – основу масонства. Коран раскрывает перед нами положение жрецов и магов в Древнем Египте и верования египтян. В Египте существовала некая очень узкая каста, державшая власть над массами в своих руках. Всевышний Аллах возложил на Мусу Моисея, мир ему, пророческую миссию и направил его в Египет с тем, чтобы призвать фараона и его народ к единобожию, рассказать им о едином Боге, Творце Небес и Земли. Получив отказ фараона, пророк попросил его отпустить народ Израилев вместе с ним. В ответ на эту просьбу жрецы, крайне недовольные проповедями пророка, посоветовали фараону сделать следующее. И сказали близкие к фараону, «Уже ли ты допустишь, чтобы Муса и его народ распространяли смуту на этой земле и отвергли тебя и твоих богов?» Фараон сказал, «Мы перебьем всех младенцев мальчиков у них, но девочек оставим, истина, уничтожающая наша сила над ними». Обратите внимание, в аяте Корана упоминается некая группа, близкая к фараону, которая наущает фараона и подстрекает его против пророка Мусы, подталкивая его к коварному, жестокому методу расправы с сынами Израилевыми. Эта таинственная группа – закрытая каста, занимавшая особое место в древнеегипетской иерархии власти. Древнеегипетские жрецы упоминаются в Коране как колдуны и маги. Эта каста более известна как жрецы Омона, так называемого «царя всех богов». Жрецы Омона активно практиковали черную магию и колдовство. Они сконцентрировали в своих руках такое богатство, что даже фараоны не могли тягаться с ними экономически и были зависимы от жрецов. Жрецы Омона создали институт тайной власти, обладая якобы неким тайным знанием, и тем самым внушили народу идею о собственной исключительности и полной зависимости народа от их расположения. При более внимательном изучении структуры этой группы жрецов отчетливо видно, что это была закрытая секта, в которой могли состоять лишь посвященные. Вот какое пояснение об истоках происхождения масонства дает турецкий масонский журнал. По мере развития умственных способностей человека развивалась и наука. По мере развития науки развивались и темы, которые перешли в разряд эзотерики – тайного знания для посвященных. Эти группы посвященных, начиная от Китая и Тибета, распространялись через Индию до Месопотамии и Египта. В Египте же эта группа на протяжении тысячелетий была правящей силой страны, основу которой и составляли жрецы этой касты. Эзотерическое учение жрецов Древнего Египта сегодня считается так называемой добродетелью и гордостью членов масонских лож. Все ритуалы лож и формы посвящения ясно показывают, что масонство является продолжателем обрядов и ритуалов касты жрецов ОМОНа в Древнем Египте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok